Хорошо, принимаем платежи на дому. Будьте добры, адрес. Уткинская. Так начинается почти каждое рабочее утро почтальона Анны Глуховой. С некоторых пор в ее обязанности входит принимать различные платежи на дому или в удобном для клиента месте. Для этого у нее есть специальное оборудование. Это мобильный почтово-кассовый терминал. Он состоит из смартфона и кассового аппарата. Это все выдается почтальоном на руки. С помощью этих двух устройств можно принимать оплату всех коммунальных платежей, штрафов и налогов. Оплата по мобильному терминалу ничем не отличается от такой же процедуры в отделениях почты или филиалов банков. Единственное, за использование новой услуги берется комиссия – 5 рублей за один квиток. При приеме платежей клиенту сразу выдается кассовый чек, а вся информация в онлайн-режиме поступает в адрес поставщиков коммунальных услуг либо предприятий, которые принимают государственные платежи. Данные об оплате хранятся в электронном виде, и помимо чека клиент также может заказать справку с историей всех своих взносов. Через мобильный терминал почтальон Владивостока ежемесячно принимает около 300 платежей. Востребована услуга в основном у пенсионеров и у тех людей, которым сложно выходить из дома. Здравствуйте. 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 Правда, по словам почтальонов, некоторые пенсионеры относятся к мобильному терминалу с недоверием. Зато другие с охотой приняли нововведение и признаются, что раньше, чтобы оплатить коммунальные услуги, приходилось вставать полседьмого утра и выстаивать на почте большие очереди. Сегодня делать это больше не нужно. Я так думаю, пенсионеры должны одобрить. И нечего, если кто-то там чего-то боится. Здесь никакого криминала нет. Поэтому это же прекрасно. Получил пенсию в один и тот же день, заплатил сразу все. И не надо никуда ходить ни зимой, ни летом. Услугой может воспользоваться любой человек. Для этого нужно позвонить в свое почтовое отделение и уточнить время работы сотрудника, который сможет прийти по адресу. Причем почтальона можно пригласить не только по месту жительства, но даже и на работу. Приморье такими мобильными терминалами начали пользоваться с начала 2017 года. Но публично заявлять об этом стали только сейчас. Прошедшее время ушло на отладку системы. Сегодня во всех почтовых отделениях Владивостока, а также ряда других городов и сел, есть подобные устройства. Почтальоны признаются, что овладели технологией без особых проблем. Не сложно, потому что все мы пользуемся ежедневно, телефонами мы пользуемся так же, как и... И это такой же аппарат, компьютер. Ничего сложно. Месяц понадобился, потому что каждая процедура должна быть... Ну, там есть своя специфика. К слову, работают мобильные терминалы только в онлайн-режиме. Поэтому для их функционирования необходим бесперебойный интернет. Со временем технологию планируют распространить по всему Приморскому краю. Даже в отдаленных населенных пунктах. Ирина Макарецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.